При разработке национальных проектов учитывалось мнение регионов и муниципалитетов страны. Это было необходимо для того, чтобы проекты получились жизнеспособными. Это такой достаточно сложный управленческий механизм. И очень важно, чтобы от заместителя руководителя правительства до главы администрации конкретного муниципалитета, где мы проводим то или иное мероприятие, чтобы этот механизм нигде в своей цепочке не давал сбои. На нацпроекты «Жилье» и формирование комфортной городской среды возлагаются большие надежды. Они должны изменить жизнь россиян в лучшую сторону. Поэтому за реализацию нацпроектов министр несет персональную ответственность. Цифры, которых мы должны достигнуть, они прописаны в указе президента, чего мы должны достигнуть каждому конкретному году. Это и как раз будет оценка и министра, и его команды. И мы будем нести персональную ответственность и перед председателем правительства, и перед президентом Российской Федерации. За шесть лет на реализацию нацпроекта будет выделен 271 миллиард рублей. На формирование комфортной городской среды – 362 миллиарда. За их расходованием будет вестись жесткий контроль. Основной механизм, который будет использован, – это будут субсидии, которые будут передаваться на четкие и понятные цели в каждый субъект Российской Федерации. В случае неисполнения мы прекрасно с вами знаем, что за это грозит очень серьезная ответственность, начиная от административной и заканчивая уголовной. Он высоко оценил реализацию в Курганской области федеральных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по формированию комфортной городской среды. Министр выразил уверенность в успешной реализации нацпроектов в Курганской области. Аналогичные федеральные программы были выполнены в нашем регионе эффективно. То, что касается комфортной городской среды и то, что касается сноса аварийного жилья, за предыдущие годы Курганская область двоечниками ни по тому, ни по другому проекту не числилась. Какая сумма будет перечислена Курганской области на реализацию нацпроектов, еще уточняется. Максим Ахахунин, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.